Возможно, это самое известное Собака в мире В 19 веке она была Любимицей королевы Виктории Сегодня ее знают Во всех уголках земли И все ее любят Этот пес поистине Кроме того Кроме того, он нежен Послушен, умен И способен выполнять разнообразные функции От службы пастуха До миссии поводыря С учетом всего этого порода Должна была бы стать весьма распространенной Ее представители должны встречаться на каждом углу Но все не так Все любят эту собаку Но немногие ее заводят Она словно заколдована злой волшебницей Терзаемой с завистью к ее красоте Коле Шотландская овчарка Ее правильное имя Почему не просто коле Или шотландская овчарка Это не совсем верное название Дело в том, что шотландских овчарок Или коле Что по-английски то же самое Существует пять типов Помимо раф Грубошерстной коле Есть еще смуз Гладкошерстная Бордер Пограничная Бирдет Бородатая И шетландская Впрочем, когда произносится слово коле Даже самые компетентные собаководы Сразу представляют себе Именно раф коле И все благодаря собаке из кино Лесси Не только Это именно тот случай Когда встречают по одежке Скорее всего, лишь Немногие из вас знакомы С гладкошерстной коле А ведь она совершенно идентична Грубошерстной коле Во всем, кроме шерсти У нее она короткая И гладкая Тем не менее Эта порода Почти неизвестна Даже на своей родине В то время Как Грубошерстную коле Даже дети Узнают С первого взгляда В этом, конечно Заслуга Кинозвезды Лесси Но почему Лесси стала Столь известной Во всем мире В кино И телефильмах Есть множество Собак Не менее симпатичных И умных Чем она Однако Никто из них Не добился Подобной популярности Лесси Любима Из-за своей внешности Колли Которую мы и далее Будем называть Просто Колли Раз все тонкости Выяснены Без сомнения Самая красивая Элегантная И изысканная Представительница Собачьего мира К сожалению Как мы сказали В начале фильма Эта порода Мало распространена Численности Колли Далеко до Огромного количества Особей Например Немецкой овчарки Как ни странно Причина этого Все та же Прекрасная Шерсть Колли Достоинство Которое сделало Эту собаку Знаменитой И любимой Часто отпугивает Желающих Завести Домашнего Любимца Оба подхода Ошибочны Нелепо Любить собаку Только за красивый Вид ее шкуры Поскольку ее характер Гораздо важнее Ее внешности Чесыванию А Поговорим подробнее Об этой процедуре Прежде всего Следует знать Что слово РАВ Означает не длинной, а грубой. Грубая шерсть значит густая, здоровая, крепкая. Действительно, шерсть Колли вовсе не шелковистая, не настолько тонка, чтобы легко сваливаться и путаться, как у многих других длинношерстных собак. Шерсть Колли грубовата, и ее надо лишь ежедневно энергично расчесывать, примерно так же, как шерсть немецкой овчарки. На туалет обычно невыставочной Колли уйдет не более 20 минут. Сравните, на уход за йоркширским терьером, вес которого 2 килограмма, хозяин тратит час с лишним. Ведь йоркширского терьера, как и многих других длинношерстных собак, нужно завивать с помощью бигуди, чтобы его шерсть выглядела как положено. Колли же достаточно лишь расчесать. Она весь день будет в порядке, даже если станет бегать, играть и валять дурака. Кстати, мыть Колли надо как можно реже. Из-за шампуня шерсть выглядит менее грубой, а значит теряется основной признак породы. Естественно, туалет выставочной собаки более длителен, но о нем мы скажем чуть позже. Как возникла эта собака, столь изысканная и столь не похожая на древнего пса-пастуха, которого мы представляем неуклюжим и неотесанным. О происхождении породы известно немного. Возможно, прародителями Колли были пастушки-собаки, которые высадились в Британии вместе с римскими легионерами. Эти собаки, скорее всего, были черными. На одном из шотландских диалектов Коль значит черный. Слово Колли происходит от уменьшительно-ласкательного обращения, означавшего черненький. По одной версии так называли самих собак, по другой версии овец черноголовой породы. Вероятно, черный цвет доминировал в этой породе долго. Даже после издания книги стандарта породы, многие годы в нее попадали лишь черно-белые особи. У прародителей Колли не было длинной тонкой морды, характерной для современных собак. Эта особенность появилась только после скрещивания первых Колли с собаками других пород. Возможно, одной из них была Борзая или русская левретка. Длинная морда Колли – именно ее заслуга. Ясно одно. Первые Колли были грубоватыми пастухами, способными целыми днями бегать туда-сюда, охраняя стадо овец. Колли сохранила все психофизические особенности, которые сегодня позволили бы ей нести прежнюю службу. Но сейчас для охраны стада ее используют крайне редко. А потому что, боясь ухода за длинной шерстью, люди предпочитают собак других пород. Итак, современные Колли чаще всего просто собака. Об этом можно только сожалеть, ведь порода рискует утратить свои природные способности, делавшие ее столь ценной. Изредка она используется как служебная собака. Об этом можно только сожалеть, ведь порода рискует утратить свои природные способности, делавшие ее столь ценной для пастбищ древней Шотландии. Кинологический стандарт Это описание собаки, наделенной качествами, идеальными для данной породы. Стандарт издается специализированным клубом страны, где выведена порода. Или самыми старыми специализированными клубами, если их несколько. Затем стандарт должен быть одобрен клубом Кеннел, после чего он является единственной моделью, к которой должны стремиться все, кто занимается разведением собак данной породы. Стандарт Раф Колли предусматривает телосложение, обуславливающее силу и гибкость животного, без малейшего намека на неуклюжесть. Очень важен вид морды собаки. Он обусловлен очень важными качествами, соотношением пропорций черепа и носовой части морды, размером, формой, цветом и глубиной посадки глаз, правильным их расположением и взглядом. Нрав собаки должен быть дружелюбным, без малейших проявлений нервозности или агрессии. Форма головы и черепа имеют большое значение. Гармония их пропорций оценивается в соответствии с размерами собаки. Голова как анфас, так и в профиль должна напоминать четко выраженный конус, иметь плавные очертания. Череп должен быть плоским. По бокам голова должна постепенно сужаться от ушей к кончику носа, без резких изгибов. При виде в профиль верхняя линия черепа и верхняя линия носа должны быть прямыми и параллельными при одинаковой длине. Изгиб лба должен быть плавным, но заметным. В идеале середина расстояния между внутренними уголками глаз при правильном лбе соответствует середине продольной оси головы. Кончик морды должен быть аккуратно закругленным, сглаженным, не угловатым. Нижняя челюсть сильное крепкого строения. Высота черепа от лба до нижней поверхности нижней челюсти не должна быть слишком большой. Нос всегда черный. Глаза очень важная характеристика собаки. Их выражение должно быть добрым. Они должны быть средней величины формы, темно-коричневого цвета. Только у собак голубой окраски глаза могут быть голубыми или с голубыми крапинами. Взгляд очень умный. Когда собака слушает команду, живые, близко поставленные, но и не расположенные ближе к бокам головы. Когда собака в покое, уши слегка прижаты назад. При проявлении внимания, уши полустоячие, слишком близко поставленные, но и не расположенные ближе к бокам головы. Когда собака в покое, уши слегка прижаты назад. Когда собака прислушивается, они подняты с наклоном вперед. При проявлении внимания, уши полустоячие. Они вертикальны примерно на две трети своей высоты, а последняя треть свешена вперед. Зубы значительной величины. С прикусом по типу ножниц. Шея мускулистая, мощная, довольно длинная, с изгибом. Плечи, скошенные с ярко выраженным углом. Передние конечности имеют сильный скелет, перпендикулярный телу, мускулистый, суставы не слишком выдающиеся и не слишком отстоящие друг от друга. Тело довольно длинное по отношению к росту в холке. Спина прямая, с небольшим подъемом к крестцу. Грудная клетка низкая, торс широкий, особенно за плечами. Задние конечности с мускулистым бедром, плюсна сухощавая, иннервированная, четких очертаний. Щи колотка мощная, расположена довольно низко. Походка очень важная характеристика этой породы. У собаки крепкого сложения суставы лап не должны соприкасаться при беге, и все же она ставит их довольно близко друг к другу. Задние конечности мощные и при виде сзади, параллельны друг другу от щиколотки до земли. При виде сбоку движения плавные. Предпочтительный шаг длинный, легкий, без видимых усилий. Хвост длинный, доходящий минимум до щиколотки. При ходьбе он опущен, кончик его слегка загнут вверх, если собака в покое. Если же она возбуждена, хвост может быть приподнят, но не выше уровня спины. Шкура собаки должна гармонировать с очертаниями ее тела. Шерсть очень густая, волос на ощупь жесткий. Подшерсток мягкий, как мех, очень плотный. Он должен почти полностью закрывать кожу. Грива и воротник должны быть очень густыми. На морде шерсть гладкая. То же самое касается и ушей. Но у их основания шерсть должна быть длинной. Передние конечности должны быть густо покрыты шерстью. На задних шерсть должна густо расти до щиколотки, но не ниже. Песочно-белый, трехцветный и голубой. Песочный может иметь оттенки от бледно-золотистого до темного цвета, трехцветный и голубой. Песочный может иметь оттенки от бледно-золотистого до темного цвета красного дерева. Крайне нежелательны кремовые и соломенные оттенки. В трехцветном окрасе должен преобладать черный цвет и иметься рыжие подпалены на голове и на конечностях. При голубом окрасе должны преобладать светлые тона. Возможно серебристо-голубой, черный, мраморный с подпаленными. Преимущественно темными. Но отсутствие подпален не является дефектом. Все типы окрасов должны иметь белые пятна, типичные для Коли довольно крупных размеров. Рост кобеля от 56 до 61 сантиметра. Рост суки от 51 до 56. Вес кобеля от 20,5 килограммов до 29. Вес суки от 18 до 25 килограммов. Как мы сказали, неверно любить собаку только за ее физическую красоту. Тот, кто хорошо знает Коли, любит ее за характер. Это очень нежное животное. Оно нуждается в ласке, но способно отвечать на любовь еще большей любовью. Коли очень ласкова с детьми. Она их не просто терпит, но охотно играет с ними. Как знаменитая Лесси, она готова на все, чтобы их защитить. Но чтобы иметь добрую и уравновешенную Коли, необходимо приобрести щенка у хорошего заводчика, признанного Национальной ассоциацией собаководов и специализирующегося на данной породе. Солидный собаковод всегда ставит во главу угла не только красоту, но и характер собаки, осознавая, что настоящей Коли недостаточно иметь роскошную шерсть. Щенка важно воспитывать правильными методами. Его надо социализировать, знакомить с другими собаками и с людьми. Держать его в изоляции под стеклянным колпаком значит портить его добродушный, дружелюбный характер. Собака боится всего неизвестного. Поэтому пес, привыкший ко взрослым и детям, к тому, что он с ними играет, ласкают его, непременно станет вежливым и симпатичным. Это не помешает ему выполнять обязанности сторожа. Зато он не будет бояться людей, следовательно, не станет вести себя непредсказуемо или агрессивно. Напомним, что собака – общественное животное, любящее жить в стае. Это значит, что ему нужна компания. Если вы можете позволить себе держать двух или нескольких Коли, прекрасно. Если нет, стаей для Коли станет ваша семья. Собака должна чувствовать себя ее членом. Плохо социализированная Коли может стать злобной, а скорее боязливой или даже трусливой. Другой фактор, важный для здоровья Коли – это возможность двигаться, бегать, играть. Но гарантировать собаке прогулку на просторном лугу вы обязаны. Коли – настоящая спортсменка. Чтобы поддерживать форму, ей нужно много упражнений. Коли почти всегда любезна с другими собаками. Но и в городе проблем не возникает. Коли почти всегда любезна с другими собаками. Продолжение следует... «Когда стану большим, я буду лучше Лесси», – решил этот щенок. «Научись сначала правильно двигать лапами». Щенок Коли – очаровательная мягкая игрушка. Пушистая, потешная, совсем не похожая на величественную и аристократичную взрослую Коли. Примерно в возрасте месяца щенок скорее напоминает котенка. Но для него это не важно. Для него представляет интерес только мамин молоко. Ведь остальной мир – ерунда. Через некоторое время, когда он впервые начнет выходить из корзины, он напускает на себя важный вид. Ясно, что он ощущает себя красивым и солидным. Впрочем, пока только специалист может распознать в нем шотландскую овчарку. Действительно, из-за квадратной головы и короткой шерсти он кажется просто хорошенькой дворовой собачкой. Но пройдут два месяца, и гадкий утенок станет лебедем, то есть Коли. Вернее, Коли в миниатюре. Но теперь, наконец, ясно, какой он породы. Конечно, проблемы пока остаются. Например, уши никак не хотят стоять торчком. Расстраиваться ни к чему. В свое время они обретут правильное полуприподнятое положение. Нужно лишь немного терпения. Собаки этой породы развиваются медленно. Только к двум годам Коли достигает совершенства. Куколка станет, наконец, прекрасной бабочкой. Шерсть собаки также достигнет пика великолепия, и хозяин сможет гордиться своим потрясающим питомцем. Да, собака действительно великолепна. Настолько, что ее хочется немедленно показать на выставке, где она непременно получит, по крайней мере, почетный приз. Осторожно, быть красивой собакой недостаточно, чтобы успешно участвовать в конкурсах. Прежде всего, туалет Коли должен стать более тщательным. Обычного расчесывания теперь мало. Следует вооружиться ножницами и подрезать непокорные вихры. Шерсть собаки должна лежать максимально аккуратно. Срежем волоски с ушей, со щиколоток, со ступней. Между обработанной ступней и запущенной огромная разница. Осмотрим нижнюю полимых. Они чересчур увеличивают площадь стопы. Если волосы не выставочным расчесыванием, оно не... Если волосы не слишком густые, достаточно подрезать их до уровня подушечек. Теперь займемся выставочным расчесыванием. Оно несколько отличается от обычного и требует больших усилий. Необходимо удалить все выпавшие волосы. В обычное время эта процедура не слишком трудна, но после нее образуется гора шерсти в период линьки, который, к счастью, случается лишь два раза в год. После удаления выпавших волос промоем шерсть чистейшей водой. Лучше дистиллированной, а еще лучше дождевой. Затем сильными движениями расчешем шерсть в направлении роста волос, беря каждый раз в руку пучок и расчесывая его от корней волос кончиком. Теперь можно забыть о 20 минутах, которые вы раньше посвящали туалету Коле. Выставочные процедуры длятся два часа. Через два дня их надо будет полностью повторить. Но дело того стоит. Вы никогда еще не видели шерсть любимцы такой блестящей, воздушной и пышной. Посыпем тальком спину Коле, ее грудь, лапы, стопы, и белые пятна на ее шкуре просто засияют. За день до выставки нужно будет тщательно вычесать весь оставшийся тальк. Теперь можно участвовать в конкурсе. Мы долго говорили о разных характеристиках породы Коле. Мы видели ее щенком, подростком, взрослой собакой, оценили ее в роли друга, няни, звезды собачьих конкурсов. И все же некоторые зрители решат, будто мы многое упустили, не рассказав о карликовой Коле. Ведь многие клянутся, что видели ее и прекрасно с ней знакомы. Запомните, карликовой Коле не существует. Но заблуждения неизбежны, и наш фильм обязан их развеять. Существует порода, очень похожая на Коле. Она кажется миниатюрой нашей шотландской овчарки. Правда в том, что хотя эта собака отличается от грубошерстной Коли, она тоже шотландская овчарка. Один из пяти ее типов, которые мы называли в начале фильма. Название этой породы – шетландская Коле. Она выведена на шетландских островах, которые лежат к северу от Шотландии. Климатические и природные условия этого архипелага столь суровы, что его жителям крайне трудно обеспечить едой себя и свой скот. Они частично решили эту проблему, уменьшив своих домашних животных в размерах. Таким образом, они могут выжить при меньшем количестве корма. Стой, как у грубошерстной Коли. Как бы малышка не была похожа на свою более крупную родственницу, она вовсе не карликовая Коли. И так, остается только еще раз полюбоваться на самую красивую в мире собаку, которая к тому же добрей, спокойней и ласковей всех остальных. Нам остается только еще раз полюбоваться на самую красивую в мире собаку, которая к тому же добрей, спокойней и ласковей всех остальных. Не влюбляйтесь исключительно в ее красоту Попробуйте понять, что у нее внутри И вы поймете, что ее сердце и ее душа Гораздо прекраснее, чем ее шерсть Субтитры сделал DimaTorzok